На Украине с сегодняшнего дня отменены льготы для почти 8 миллионов граждан. Без социальной поддержки остались пенсионеры, инвалиды и другие малообеспеченные граждане страны. Таким образом, правительство сокращает расходы бюджета, чтобы выполнить условия международных кредиторов. Тем временем, хакеры Киберберкута опубликовали переписку Петра Порошенко с финансистом из США Джорджем Соросом. К чему американец призывает украинского президента, расскажет Лилия Попова. Джордж Сорос хоть и обещал инвестировать в экономику Украины когда-нибудь потом миллиард долларов, пока помогает молодой демократию только советами. Если верить личной переписке американского финансиста с президентом Порошенко, опубликованной хакерами Киберберкута, Сорос поддерживает и усиливает напряжение между Украиной и Россией, буквально диктуя киевским властям, что и как делать. Он настаивает, чтобы США поставляли Киеву летальное современное оружие, обучали украинских солдат. Правда так, чтобы американские инструкторы не оказались втянуты в боевые действия. Украинских солдат нужно тренировать за пределами Украины, например, в Румынии. Таким образом, американские военные останутся незамеченными и войска НАТО не будут присутствовать на Украине. Помочь украинской армии нарастить боевую мощь Сорос призывает и Европу. Правда, сделать это так, чтобы формально минские соглашения были вроде бы как соблюдены. А еще американец требует, чтобы Еврокомиссия, в ущерб собственным интересам, ежегодно выделяла Украине по миллиарду евро. Что подумают европейские налогоплательщики о таких тратах, финансисты волнуют мало. Равно, как чем в действительности Евромайдан закончится для украинцев. Сорос советует Порошенко создать всего лишь видимость финансовой стабильности. Что, впрочем, вполне объяснимо. Хаос на Украине выгоден и Вашингтону, и Соросу лично. Именно он был одним из спонсоров госпереворота в Киеве. И он же не так давно приезжал в столицу Украины, чтобы при поддержке и ценника раздробить нафтогаз на три компании и приватизировать их. Человек с репутацией убийцы валют и известный русофоб в письме с указаниями Порошенко подписался самоназначенным адвокатом Украины. Вынужденный кошелек, незалежный Международный валютный фонд распространил заявление. В нем специалисты спрогнозировали большее, чем ожидалось ранее, сокращение украинской экономики. Падение ВВП аж на 9%. Миссия пересмотрела прогноз в сторону снижения на 2015 год до минус 9%. И прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 46%. Инфляцию подстегивают в основном однократные временные эффекты резкого движения обменного курса гривны в феврале, а также рост цен на энергоносители. Сотрудники МВФ проверяли расходование средств, выделенных Киеву в марте. От выводов комиссии зависит, получит ли Украина новый транш в размере 2,5 миллиардов долларов. Согласие на перевод денег фонд даст только в том случае, если убедиться в серьезности властей провести радикальные реформы в экономике. Радикально урезать социалку по требованию фонда Кабмин начал со взвинчивания тарифов на коммунальные услуги и отмены множества пособий. Теперь добрались до бесплатного проезда в общественном транспорте и социальных выплат практически всем льготникам. Инвалидам, героям войны и труда, бывшим узникам концлагерей и даже героям Майдана. Наиболее сильно пострадали чернобыльцы. Около миллиона человек перестанут получать лекарства и скидки на коммунальные услуги. Мы проработали даром, всю жизнь получается. И в конце концов у нас забирают все льготы. Чтобы успокоить общественность, в правительстве заявили местные власти могут оставить льготы по своему усмотрению. И даже приняли соответствующее постановление. Правда, не объяснили, откуда регионам взять деньги. Впрочем, некоторым губернаторам совсем не до проблем самых незащищенных слоев населения. Новоиспеченный глава Одесской области Михаил Саакашвили, например, распевает гимн Украины. Страны, гражданином которой он стал так скоропалительно и оскорбил тем самым Грузию. Зато избежал экстрадиции на родину, где объявлен во внутригосударственный и международный розыск. Саакашвили уверяет, это экспромт. Якобы на выпускной одесских школьников он попал совершенно случайно в три часа ночи. Интернет-пользователи такое заявление встретили с недоумением. Равно, как и сам факт губернаторства экс-президента Грузии. Язвительные комментарии появляются один за другим. А новый ролик известного мультипликатора из Камышина мгновенно стал хитом. В нем герой, похожий на Саакашвили, свое назначение называет цирк Шапито и перечисляет свои прежние заслуги. Стоило мне второй раз стать президентом Грузии, как Грузия осталась без Южной Осетии. Стоило мне приехать на Украину, как Украина осталась без Крыма. Что же я натворю с Одессой? Герой видеоролика отмечает, пробиться в украинскую политику несложно. Главное, почаще говорить о России всякую ахинею. Да погромче, так и в президенты прорваться можно. Лилия Попова, Алексей Платонов, Артем Расказихин, ТВ-Центр. Американские спецслужбы сегодняшнего дня лишены права прослушивать телефонные разговоры граждан и контролировать их переписку. В полночь и стек срок действия так называемого патриотического акта, введенного в 2001 году после терактов 11 сентября. Попытка его продлить провалилась. Сенаторы, срочно собравшиеся на заседание в воскресенье, не пришли к единому мнению. Подробности у Кристины Мамиканян. На заседание Сената, как в последний бой, за несколько часов до полуночи тяжеловесы американской политики собрались на внеочередную встречу. В повестке дня вопрос о продлении действия патриотического акта. Документ, принятый после терактов 11 сентября, развязал руки спецслужбам и фактически позволил установить тотальную слежку, в том числе за согражданами. Правозащитники бились за отмену закона несколько лет. Теперь в словесных баталиях схлестнулись сенаторы. Лишь одно решение имеет право на жизнь. Продлите их патриотический акт. Продлите и отправьте на стол к президенту. Если мы этого не сделаем, полночь основные положения закона, за которые выступает большинство, потеряют силу. Давайте говорить прямо. Мы здесь потому, что президент поддерживает незаконную программу. По разные стороны баррикад оказались не только вечные противники. Главными участниками соревнований в Красноречии стали представители одного лагеря. Оба республиканца и сенаторы от Кентукки, Митч МакКоннелл и Рэнд Пол. Последний в следующем году рассчитывает сесть в президентское кресло и уже вовсю готовится к предвыборной гонке. На самом деле мы не собираем информацию о шпионах и террористах, а ведем постоянную слежку за американскими гражданами. Глава ФБРЛ жетко да утверждает обратное. Нас спрашивают, как можно защитить людей без этих программ. Я отвечу, как насчет Конституции. И разве слежка помогла нам вычислить Джохара Царнаева, устроившего теракт в Бостоне? Софистика и агрессия наших врагов не должны сбить нас с толку. Так же, как не должны обмануть демагоги и ложь бывшего сотрудника агентства нацбезопасности, Эдварда Сноудена, которого в последний раз видели в России. Сноудена, в основном недобрым словом, поминали в этот день не раз. С его разоблачения в США начались ожесточенные общественные дискуссии о полномочиях спецслужб. Отношение жителей страны к нечистоплотным методам разведки из года в год остается негативным. Многие считают, что тотальная слежка противоречит Конституции. Сегодня американская мечта противников домашнего шпионажа сбылась. Секретные ведомства лишились львиной доли возможностей. Данные о том, кто, откуда и куда звоним, отныне им недоступны. Слежка за террористами-одиночками возможна только после санкции суда. Решение сенаторов отложить продление закона Белый дом назвал безответственным. Трудно дать рациональное объяснение тому, чем они занимаются. Надеюсь, через несколько дней их разум просветлится, и они поставят интересы страны и нацбезопасности выше собственных распри. К вопросу о продлении патриотического акта сенаторы вернутся уже в ближайшие дни. Однако эксперты сходятся во мнении, что новое решение администрации Обамы тоже не понравится. Противники спорного документа отступать не собираются. Кристина Мамиконян, Елена Сташкова, ТВ-центр. Два леопарда сегодня в центре столицы переполошили жильцов одного из домов на Шелепихинской набережной. Очевидцы позвонили в департамент природопользования и сообщили, что один из хищников лежит на подоконнике, а его сородич выпрыгнул из окон третьего этажа и прогуливается около подъезда. Анастасия Мартынова выяснила, как редкие хищники очутились в обычной квартире. Дафна явно не привыкла к вспышкам фотоаппаратов и большому скоплению людей. Детеныш леопарда нервничает, прячется за хозяев, тянет в квартиру. Конечно, тут вообще не понимается, от такого, от такого, от такого потока камер, фотографии и всего, и вообще как бы столько людей, все смотрят. Час тому назад о том, что здесь обитают хищники, не знал никто. Теперь, кажется, все. Вот его, сейчас видно, я вот вижу, на руках он у них. Героем новостей Мгера Гаджанян стал неожиданно. Опытный охотник при встрече с леопардом не растерялся на его глазах. Дикий зверь прыгнул из окна третьего этажа на козырек его офиса. Он подошел, мы с ним подружились, потом он сиганул через дорогу к мосту туда. Я испугался, что машину нужно давить. Я там машину останавливаю. Приманил принес в офис. В помещении леопард успел навести шорох, оторвал кондиционер, попробовал на зуб охотничьей трофеи, попрыгал по всем подоконникам. Первой за беглецом пришла хозяйка. У дома ее остановили сотрудники департамента природопользования. Говорят много, а по факту еще непонятно, кто хозяин. Это все будет устанавливаться в рамках расследования. Как оказалось, леопард жил в квартире не один. Прыгал вниз под бдительным контролем товарища. Вот окно, половина была открыта. Там сидел второй леопард, смотрел за движением этого первого леопарда. Их там двое. Со слов девушек, животных им оставили на передержку пару дней назад. Для консультации по виду, полу и возрасту хищников пригласили аскольду жопашного. Это семимесячный леопарденок, мальчишка, который абсолютно ручной. Но тем не менее, вы понимаете, любое животное, обладающее клыками и когтями, оно может быть непредсказуемо, может само испугаться. Документов нет, ничего не знаем. Если установится, что леопарды дальневосточной породы, занесенной в Красную книгу, и на животных не окажутся документов, на владельца заведут уголовное дело. В течение часа после сообщения о том, что во дворе этого дома бегают по улице леопард, приехали все оперативные службы. Уже на месте работают органы дознания, составляют административный протокол. Скорее всего, леопардов поместят в центр временного содержания. Их держали для разведения, для забавы или для дальнейшей перепродажи. Это предстоит выяснить следствию. В течение месяца леопарды будут находиться на карантине. Взятые анализы помогут классифицировать дело. Хозяину может грозить как административный штраф, так и уголовное дело. Анастасия Мартынова, Сергей Довидяк, ТВ-центр, Москва. И последнее. Сегодня исполнилось 55 лет со дня рождения замечательного отечественного хоккеиста Владимира Крутова. Друзья и партнеры знаменитого форварда возложили цветы к его могиле в подмосковных Химках. Игрой Владимира Крутова восхищались миллионы болельщиков по всему миру. Он обладал уникальной техникой и по праву считался одним из самых неординарных нападающих за всю историю хоккея. А знаменитая тройка Макаров-Ларионов-Крутов долгие годы наводила страх на оборонные порядки самых грозных противников. За пределами ледового поля Владимир был простым отзывчивым человеком, которого любили все за открытое сердце и преданность любимой игре.